Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучаем ПЛК-контроллер, электронику и электротехнику. Сегодня я хочу немного рассказать о программе, написанной для робота-кормораздатчика, и о её функции составления рецептов. Для того, чтобы составить рецепт, нужно зайти в сервисное меню, выбрать составить рецепты кормления, здесь мы можем составлять рецепты. У нас уже есть какое-то количество составленных рецептов, мы можем их посмотреть, нажать закрыть и зайти в составе расписания кормления. Здесь у нас будет время, то есть час и минута, которые нужно начинать кормление определенным рецептом. Рецепты изначально планировалось вводить в этих полях, но здесь запланировано 100 рецептов, рецепты хранятся на флешке 32 гига, и это крайне неудобно. Для того, чтобы не запоминать себе название рецептов, я сделал вот такой выпадающий список, здесь можно выбрать рецепт, допустим, коровы дойной, и вставить его в поле, путем того, чтобы просто нажать на это поле. Вот рецепт вставлен и будет привязан к этому времени. Здесь можно указывать время. Вот таким способом указывается время. Здесь также у нас указывается, что это рецепт номер один. Если мы забыли этот рецепт, мы можем сделать следующее. Закрыть. Составить рецепты кормления. Здесь ввести рецепт номер один. Ок. И посмотреть. Нажать, смотреть. Вот у нас. Что у нас здесь в параметрах? В параметрах кормить от стоила до стоила. То есть здесь мы будем определять, от какого стоила до какого стоила. И у нас есть две стороны. Сторона А, сторона Б. То есть коровники и коровы стоят с двух сторон. И определяем куда, на какую сторону, и от какого стоила до какого стоила. Также есть возможность выгрузки в трактор. Данный робот может кормить 300 коров, а в коровнике стоит 100 коров. Поэтому у нас возможность выгрузки в трактор Выгружаем в трактор И отправляем на соседнюю ферму Здесь мы также указываем количество сена Количество голов Предположим у нас Третий рецепт посмотреть Смотрим в трактор Допустим расписание кормления Смотрим третий рецепт У нас вторая и четвертая строчка Предположим мы хотим изменить Название этого рецепта Нажимаем здесь Здесь у нас русскоязычная клавиатура Выбираем русский язык И предположим это будет у нас рецепт телята Это стираем Рецепт Т Телята Здесь у нас может быть 100 рецептов хранится на флешке Здесь у нас еще на 32 гиговых флешке Будет храниться архив расхода корма Об этом я расскажу позже Нажимаем сохранить Вот у нас теперь Рецепт номер 3 телята Закрываем Идем в расписание И видим что у нас был рецепт номер 3 Изменился на телята То есть мы переименовали Если хотим какой-то новый рецепт Вести Можем также посмотреть Расписание кормления Смотрим крайний рецепт У нас Четвертый Это номер 8 Тест 4 Номер 8 Значит Следующий Рецепт У нас будет Девятый Девятый Окей Допустим будет Телята Два Окей Здесь вот мы можем ввести Количество сена Компоненты Направление выгрузки И нажимаем сохранить Рецепт сохранился Теперь он у нас должен был появиться В расписании кормления Вот у нас следующий рецепт Телята Два Здесь у нас 100 рецептов Но может быть и больше 32 гиговая флешка Может хранить И тысячи рецептов Также есть Архив расхода корма Здесь у нас Расход текущий Расход за сутки Расход за месяц И у нас также есть Архив аварий Но об этом я Расскажу позже На этом наше небольшое видео завершаем Спасибо